Вечерняя информационная программа на телеканале Хабар 24. С вами Альфия Хайдарова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Причины массовой гибели осетровых. Машельсмены просят генерального прокурора взять расследование дела под личный контроль. Жители села Трудовая Нива Североказахстанской области вынуждены топить снег. Питьевой воды здесь нет 30 лет. Многолетние деревья под снос. В Карганде планируют возвести теннисный центр на территории городского парка. Машельсмены просят генерального прокурора страны взять расследование дела о массовой гибели рыбы на водоемах Урала-Каспийского бассейна на личный контроль. С запросом к Кайрату Кожамжарову депутаты обратились сегодня на пленарном заседании. По словам ажельсменов, нанесен невосполнимый урон популяции ценных осетровых пород и огромный материальный ущерб. Однако точные причины гибели рыбы до сих пор не названы. Не говорят компетентные органы и о причинах затянувшегося расследования. Нет гарантии, что население не пострадает от употребления рыбной продукции, реализованной недобросовестными продавцами. На основании результатов лабораторных исследований комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза дано заключение. Фактором гибели рыб послужило токсическое воздействие аммиака, что подтверждается и патологоанатомическим вскрытием. Но это лишь одно из предположений. Между тем, с декабря прошлого года на реке Урал собрали больше 111 тонн мертвой рыбы. Из них 103 тонны – это искусственно выращенные на двух хозяйствах осетровые. Об этом специалисты сообщили на выездном брифинге СЦК Ватерау. По их словам, на водную фауну гибель рыб влияния не оказала. Тем не менее, работа по исследованию причины происшествия продолжается. На возможные нарушения проверены четыре крупных предприятия. Одно из них оштрафовано за превышение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах. Пробы на качество берутся ежедневно. Также исследуется русло Урала на наличие несанкционированных стоков. Отмечается, что все мероприятия завершатся к концу апреля. Изъяты у нас образцы воды, образцы грунта дна реки Урал. И назначена комплексная экологическая экспертиза. Судебно-экологическая экспертиза. В настоящее время производство ее не окончено. Мы ждем результатов ее. Но следствие на этом не стоит. Мы производим все следственные действия. Мы изучаем и проводим анализ всех документов. По производственным процессам до конца месяца, где-то до начала апреля, возможно, закончить исследование. И мы уже будем принимать решение. Продолжение темы. В программе «Круглый стол» мой коллега Рахим Ушакпаев обсудит возможные причины гибели рыб с экспертами. Сейчас они готовятся к эфиру. И совсем скоро появятся в этой студии. Не пропустите. Продолжается рабочий визит правительственной группы во главе с заместителем премьер-министра Гульшароя Блекаликовой в Итараускую область. Цель – разъяснение новых социальных реформ. Аулеуметтык, Камхорлах, реализация которых началась по поручению главы государства. В составе делегации – министр труда и социальной защиты населения, министр образования и науки, министр здравоохранения, председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и комитета лесного и животного мира. На встрече с жителями региона были разъяснены основные направления по поддержке семей с низкими доходами, обеспечению жильем малообеспеченных граждан, развитию сферы образования и здравоохранения. Сегодня члены правительства встретились с населением Макатского, Жилойского, Махамбетского и Исатайского районов области, а также посетили крупные промышленные предприятия, где познакомились с условиями труда рабочих. Мы посетили несколько домов. С апреля месяца семьи начнут получать соцспособия по новой методике расчетов, вырастет средний размер выплат. Второй вопрос обеспечении жильем. У некоторых семей оно есть, здесь нет вопросов, но есть женщины, которые сидят дома без работы, а местные исполнительные органы организуют для них специальные курсы. Новые социальные меры, инициированные главой государства, нацелены в первую очередь на повышение доходов казахстанцев. Члены правительственной группы во главе с вице-премьером Гульшарой Абдакалейковой прибыли в Западную Казахстанскую область рассказать о механизмах поддержки. Новыми критериями оказания АСП в регионе будут охвачены порядка 25 тысяч малообеспеченных многодетных и непонных семей. До 38 605 тенге увеличится размер пособий, выплачиваемых родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей-инвалидов. На 25% повысят зарплату госслужащим. Рост зарплат с июля ожидают также работники сферы здравоохранения, воспитатели, методисты, школьные психологи и библиотекари. В ближайшие 7 лет для социально уязвимых семей региона построят свыше полутора тысяч квартир. На эти цели ежегодно из госказны направят свыше двух миллиардов тенге. Вице-премьер Гульшара Абдакаликова и министр труда Бердабек Сапарбаев провели также личный прием граждан. Меня порадовало то, что многие женщины говорят «научите нас к чему-то». Вот все семеро, с которыми я общалась, горят глаза, хотят работать, поэтому мы закрепили. Есть микрокредиты, есть гранты. Мы дадим им возможность, чтобы дальше могли сами себя обеспечивать. У меня сейчас такой вопрос с квартирного типа, потому что у меня четверо детей, я живу на квартире сама. Сын у меня младший инвалид, поэтому я сюда пришла. Обещали, что через два года мне дадут квартиру. Как многодетная мама я получала до сегодняшнего дня пособия в размере 10500 тенге. У меня пятеро детей, я воспитываю их одна. Я уже была на приеме в партии Нур-Утан и знаю, на какие пособия могу рассчитывать. Конечно, для нас это весомая помощь для многодетных семей, ощутимая поддержка. За три года экспорт казахстанской продукции в Иран может увеличиться вдвое, а в денежном эквиваленте эта сумма приблизится к 1 миллиарду долларов США. Об этом заявил министр национальной экономики Руслан Даленов на пленарном заседании в Мажелесе. Депутаты рассмотрели временное соглашение о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза и Исламской республикой Иран. Проект позволит улучшить торгово-экономические отношения и расширить экспортный потенциал Казахстана. В частности, будут снижены пошлины на ячмень, семена рапса, овец и сталь из Ирана. Отмечу, в прошлом году взаимная торговля с Ираном достигла 516 миллионов долларов. Из них 426 миллионов – это внутренний экспорт. Изначально иранская сторона ставила вопрос о тысяче товарах. В процессе переговоров количество товаров было сокращено до 502. Следует отметить, что в импорте товаров мы заинтересованы. Это цитрусы, фисташки, определенные продукты, яблоки. В случае принятия данного соглашения ожидается снижение поступления в основном таможенном пошлине. Мы в Минифин на предстоящие 3 года посчитали потери. По нашим расчетам ежегодная потеря составляет 120 миллионов тенге. Данные потери мы на РБК поддержаны. Но хочу сказать, что снижение став в основном таможенном перекроет данные потери по важным таможенном пошлине. Тегеран возобновила авиасообщение с Астаной, облегчить жизнь бизнесменам и туристам. Двух государств сможет одна из иранских авиакомпаний. Она успешно прошла аккредитацию в Комитете гражданской авиации нашей страны. Отмечу, что ранее полеты по направлению Тегерана-Астана уже выполнялись, но в марте 2017 года они были прекращены по экономическим причинам. Какие же горизонты открываются иранно-казахстанское небо, расскажет наш корреспондент Юлий Агнатьюк. Казахстан стал ближе. Иранская авиакомпания запустила прямой рейс между Астаной и Тегераном. По словам экспертов, это поможет укрепить экономические связи наших стран. В марте самолет будет курсировать по маршруту один раз в неделю, а уже начиная с апреля по октябрь частота рейсов увеличится вдвое. Примечательно, что первыми за возвращение рейса Тегерана-Астана выступили студенты Ирана. Для молодежи, обучающиеся в вузах Казахстана, билет на самолет предлагал кратчайший путь домой. Вслед за студентами ключи от неба попросили представители бизнес-сообщества. Деловые люди, привыкшие ценить время и деньги, не хотели тратить ни того ни другого на пересадки в аэропортах других стран. К слову, по прогнозам аналитиков, запуск рейса Тегерана-Астана в первую очередь поспособствует развитию именно бизнес-сотрудничества между государствами. Одно дело, когда люди добирались к нам с пересадками, тратя на это больше денег. И совсем другое, когда человеку достаточно купить билет на самолет, сесть в кресло и наслаждаться полетом без хлопот. Думаю, это очередной шаг в укреплении взаимоотношений двух государств. И мы, разумеется, заинтересованы в этом и будем рады, если внесем свою лепту в расширение сотрудничества деловых кругов наших стран. Ранее этой авиакомпании Германия запретила пользоваться своими аэропортами. Своё решение Берлин объяснил скорее вопросами внешней политики, нежели безопасности. Тем не менее, Комитет гражданской авиации Казахстана провел полную аттестацию авиакомпании из Тегерана. И лишь после тщательной проверки летчики Ирана получили соответствующую аккредитацию. Мы буквально недавно начали продавать билеты на маршрут Тегерана-Астана, но уже могу сказать, что этот рейс пользуется большой популярностью среди пассажиров. В отношении Ирана сложились некоторые стереотипы, и отмены рейсов только их подкрепляют. Однако мы всегда говорили, Иран очень красивая страна, и мы рады гостям. Нам очень приятно, что теперь казахстанцам будет легче самим оценить нашу страну и насладиться турнией. По мнению авиаперевозчиков, возобновление рейсов по этому маршруту стало продолжением визовой инновации. Еще в прошлом году главы двух наших государств договорились о том, что предприниматели Казахстана и Ирана будут получать визы по упрощенной схеме. К слову, полет без пересадок и потерь времени до Астаны явно станет не единственным небесным проектом Казахстана и Ирана. В планах местных авиакомпаний запуск прямого рейса из Тегерана в Алматы. Юлия Агнатюк, Дмитрий Лукша и Махмуд Махмуди. Хабар-24. Авиакомпания Air China заменит лайнеры Boeing 737 MAX на А320, выполняющую полеты в Казахстан из-за авиакатастрофы в Эфиопии. По этой же причине приостановили полеты самолетов этой модели стран ЕС, Турция и Австралия. Отмечу, что за последние полгода, это уже второе крушение Boeing 737 MAX, первая авиакатастрофа произошла 29 октября в 2018 году в Индонезии. По данным газеты The Wall Street Journal, крупнейший авиастроитель скрыл информацию о дефектах этой модели. Тему продолжит мой коллега Артем Петров в программе Актуально. В Казахстане с сегодняшнего дня приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX. Об этом отечественному авиакомпанию с единственным самолетом данного типа уведомил Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. То же самое уже сделали почти все страны, кроме одной. Несмотря на советы, конгрессменов в США продолжат перевозить пассажиров на воздушных судах Boeing 737 MAX. Это актуально. Здравствуйте. Конечно, это личное дело американских властей. Приказать им никто не может, разве что рекомендовать. Но дело в том, что это уже вторая за полгода катастрофа с новым Boeing 737 MAX. Подобные совпадения при таком современном развитии гражданской авиации, мягко говоря, маловероятны. Тем не менее, в США, где по статистике за последние 75 лет произошло больше всего авиакатастроф в мире 788, запрещать полеты как минимум подозрительного авиалайнера не спешат. Федеральное управление гражданской авиации США. Наша оценка не выявила системных проблем функционирования и не дает оснований для приостановки эксплуатации лайнера. Другие органы гражданской авиации также не предоставляли информации, которая могла бы оправдать такую меру. Мы будем действовать, если расследование причин крушения самолета в Африке покажет какие-либо неполадки. Напомним, пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopians Airlines разбился утром 10 марта, через несколько минут после вылета из аэропорта столицы Адис-Абебы. Всего погибло 157 человек из 35 стран, в том числе из США, Канады, Великобритании, Бельгии и России. Причиной катастрофы по предварительной версии могла стать нестабильная работа бортовой аппаратуры. Эксперты уже говорят о возможной приостановке поставок данной модели. Акции авиапроизводителя уже начали терять в цене. Помимо репутационных рисков, в перспективе компании грозит потеря существенной доли рынка. Две катастрофы ставят под угрозу новые контракты. Массовой отмены старых контрактов не ожидаю, хотя для тех авиакомпаний, которые хотели отказаться от этого самолета, это будет веским поводом для такого решения. Окончательно потери авиапроизводителя можно будет оценить только по завершении расследований инцидентов. Кроме того, все будет зависеть от официальной позиции третьих стран, где уже эксплуатируются эти самолеты. Бортовые самописцы уже найдены. Сейчас специалисты пытаются их расшифровать. Собственно, тогда-то и станет ясно, что же на самом деле произошло во время того трагического полета. Сколько на это понадобится времени, неизвестно. Не исключен в ходе расследования крушение и человеческий фактор, то есть вполне возможно и ошибка экипажа. Эксперты говорят, Boeing 737 Max машина чрезмерно умная. Не исключено, что в ситуациях, когда показатели друг другу противоречат, искусственный интеллект просто не способен вовремя распознать это и выстроить верный алгоритм решения проблемы. Пилоты же могут слепо доверять компьютеру и до последнего не будут вмешиваться в управление. Конечно, до окончания расследования нельзя утверждать, что катастрофы Boeing 737 Max 8 в Индонезии и Эфиопии имеют одну причину. Но, на мой взгляд, тут очевидно главная проблема. Все новейшие самолеты под завязку загрузили автоматикой. И пилот уже не летчик, а оператор забил в бортовой компьютер все параметры, скорость, высоту, координаты и так далее, и электроника все сделает сама. Даже посадит самолет. Более того, производители новейшей авиатехники не только автоматизируют все процессы управления, но и требуют отлетного состава, чтобы автоматика максимально использовалась на всех этапах полета. С одной стороны, практика показывает, что ошибается автоматика намного реже, чем человек. Сделал командир воздушного судна что-то не так, автопилот на чеку все исправит. Снижается нагрузка на экипаж, в том числе и психологическая. С другой стороны, когда автоматика делает не то, что нужно, компьютеры не справляются и надо пилотировать вручную. Летчики, скажем так, зачастую к этому не готовы, потому что их мало учат летать физически, как говорят современные асы, в рукопашную. И это беда современной авиации. Берегите себя, это актуально. Вы смотрите вечернюю информационную программу и мы продолжаем. В селе Трудовая Нива в Североказахстанской области уже больше 30 лет нет питьевой воды. Ее в деревню привозят платно раз в неделю. Иногда сельчане вынуждены топить снег. Когда же наконец-то в селе появится вода, узнавали наши корреспонденты. Село Трудовая Нива находится в 27 километрах от областного центра. Здесь проживают около 60 человек. В год отсюда уезжают по несколько семей. Здесь нет социальных объектов и самое главное, качественной питьевой воды. Скажите, как вы обходитесь без воды? Ну как обходимся без воды? Вода привозная, привозят с Чапаева 5 километров. А так дома как придется, и снег таем, и все побывает. Почти в каждом дворе есть скважина, но вода негодная. Она к употреблению вообще не годится, потому что она и соленая, и горькая, еще и грязная вдобавок. Просим, просим, найдут человека, повозят немножко, они им не платят, вот и все. А вот и привезли воду 100 тенге. Стоимость одной фляги сельчане запасаются, однако трех фляг на неделю недостаточно. У меня трое детей, и мне на неделю не хватает. Мы берем, топим снег, и вот приходится кипятить и пить воду эту. Летом мы спасаемся, сами ездим, а зимой вот так вот. Единственный водопровод, который здесь был, пришел в негодность больше 30 лет назад. Местный Акимат намерен решить проблему. В этом году здесь установят модульную систему очистки воды. На эти цели из районного бюджета выделено 7,5 миллионов тенге. Работы по установке модульной системы планируются начать, как только растает снег. Сейчас проводятся все необходимые процедуры. В планах у нас обеспечить чистой питьевой водой 19 населенных пунктов. С этой проблемой жители обращались неоднократно. Согласно комплексному плану развития региона, из республиканского бюджета будет выделено свыше 8 миллиардов тенге на улучшение системы водоснабжения в 30 селах Североказахстанской области. Эта работа будет продолжена также в рамках проекта «Аул Ельбесыга». Решить проблему нехватки качественной питьевой воды в казахстанских населенных пунктах сначала была призвана программа «Питьевая вода», позже программа «Акбулак». В настоящее время последняя интегрирована в государственную программу развития регионов. И сейчас с нами на прямой связи со студией руководитель управления водоснабжения и водоотведения комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Нурбек Сериков. Нурбек, вечер добрый. До сих пор во многих селах в стране нет питьевой воды. Как у нас решают эту проблему? «Добрый вечер. На сегодня в рамках государственной программы развития регионов выделяется ежегодно порядка 100 миллиардов тенге из всех источников. На эти средства реализуются проекты по строительству и реконструкции систем водоснабжения. Если говорить о строительстве, тогда необходимо учесть период строительства, то есть необходимо найти источники водоснабжения. Если не подтверждены подземные источники, то подводятся групповые водопроводы. Затем проект разрабатывается и выносится на финансирование, и в соответствии с нормативами финансируется с учетом сроков строительства». Нурбек, скажите, а возможно ли привлечь инвесторам для решения проблемы, либо применить опыт, может быть, других стран, испытывающих проблемы с нехваткой водой? «По привлечению инвесторов мы видим возможность финансирования на основе бюджетного кредитования в рамках программы «Нурлужол», а также привлечения международных финансовых организаций, как Европейский банк развития и реконструкции. Также мы видим возможность участия частных инвесторов по механизму государственного частного партнерства. Для этого созданы все необходимые правовые условия. На сегодня прорабатываются вопросы по внедрению программного ГЧП и возможности софинансирования таких проектов из госбюджета. Нурбек, ну что ж, спасибо за уделенное время. Я напоминаю, что на прямой связи со студией был руководитель управления водоснабжения и водоотведения Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Нурбек Сериков. Мы продолжаем. Карагандинцы возмущены планами застройки городского парка без публичного обсуждения. Участок с сотнями деревьев, которые пойдут под снос, обнеслись забором. Как выяснилось, на этом месте в планах возведения теннисного центра. Все подробности у Юлана Чаос. На заборе спешно крепят радостный плакат. Кажется, дети с ракетками должны защитить чиновников, пришедших на место будущей стройки. После шквала возмущений в соцсетях, сегодня Акимгорода пригласил журналистов рассказать, что здесь будут строить. Не смогли пройти мимо прогуливающиеся в парке и возмущенные горожане. Это я выделила скандал, когда только столбики стали ставить. Металлический забор среди полувековых аллей растет быстро. Деревьями тишине теперь здесь не место. Здесь будет массивное здание крупнейшего в стране теннисного центра. Два миллиарда деньги выделила Республиканская Федерация. Сегодня идет подготовительная работа. Ну и говорят, сегодня разрешение такое на строительство, сегодня его нет. Огороженная строительная площадка, это рядом, это есть нормативный документ, который позволяет именно огораживать ту территорию, на которой планируется. Проект здания разработан еще в 2017 году. Подстройку в аренду на 4 года постановлением Акимата уже выделена земля. А вот посоветоваться с горожанами нужным не посчитали. Парк принадлежит всем, скажем так, жителям Караганды города. И почему кто-то решает за нас, почему нас не спросили. Карагандинцы вовсе не против нового теннисного комплекса. Больше всего возмущает место его расположения. В городском парке есть немало запущенных пустырей. Но выбор почему-то пал на этот тихий уголок. Вы нам приводите, да у вас что, только потому что старый здесь был, и мы решили посадить сюда. Посадите, где дети. Это все, ну, демагогия, нет. Это не для детей, для детей с Родиной в Востоке. Сейчас власти обещают провести публичные слушания и только по их результатам вынести решение о строительстве. Юла Начаус, Василий Савкин, Караганда, Хабар-24. К другим темам. Новый формат празднования наурыза предложили в этом году в Казахстане. Помимо народных гуляний на городских площадях пройдут театрализованные представления народных традиций и обрядов, а также национальных спортивных игр. Кульминацией праздника станет концерт с участием звезд отечественной эстрады. 22 марта его покажут в эфире телеканала Хабар. В чем особенность празднования наурыза по-новому, выясняла Елена Шрайбер. До дня весеннего равноденствия еще не меньше недели. Но, как правило, ощущение праздника приходит в дома казахстанским семьям гораздо раньше. В этом году наурызу решили придать новый формат. Теперь все внимание детям, а акцент на нравственные ценности. Обычно на наурыз скапливаются взрослые поколения, акимы, чиновники. В этом году мы собрали детей малообеспеченных семей с детских домов. И хотим бесплатно предоставить концерты, подарки, чтобы у них остался на душе светлый праздник. Как, скажем, Рождество, как, скажем, Новый год. Наурыз тоже Новый год по восточному календарю. И чтобы у детей, несмотря на национальности, несмотря на... Чтобы у них тоже в душе остался светлый праздник. Больше 400 детей из детских домов и малообеспеченных семей – это главные гости праздника. Что такое наурыз и в чем его главная особенность? Об этом мы решили рассказать и наглядно показать традиции и обычаи казахского народа. Ну и куда же без главного угощения наурыз-куйжи? Я люблю Бауссав, Виспома. Вы наурыз-куйжи пробовали? Мы каждый год пробуем. Мы каждый год. Они раздают, мы пробуем еще. Они очень вкусные. Крус, молоко, кумыш, айран. Особую праздничную атмосферу создают даже декорации, сцены и фойе. Например, холл оформлен в виде юрты. Кульминацией же вечера станет праздничный концерт. По словам организаторов, зрители приятно удивят совершенно новые образы казахстанских звезд эстрады. Кроме того, детям покажут отрывки лучших мюзиклов Государственного театра «Астана Мюзикл». На концерте также прозвучат любимые народные песни и известные хиты современности под аккомпанемент ансамблей. Наурыз это не только праздник. Это не только день, когда происходит равноденствие в природе. Это день, когда после долгой зимы близкие люди, родственники, друзья приходят друг к другу в гости, узнают, как дела. Также это праздник, когда состоятельные люди по мере возможности помогают тем семьям, у которых ограничены материальные возможности. И вот с этой целью мы решили этот праздник сделать не просто в виде концерта, но и как благотворительный социальный проект. Сейчас мы хотим, я насколько понимаю, инициатива, которая исходит и от министерства, и от нас, от всех, чтобы это был общий праздник. Так же, как и раньше, традиция поедания наурыз-кожье какая. Когда мы выходили на улицу, каждый дом выносил свое наурыз-кожье, они смешивались, и потом мы ели все вместе. Вот этот праздник Куресу, вообще весь праздник, праздник обновления, когда зима завершилась, наконец-то настала теплая погода, мы вышли, и жизнь продолжается, и жизнь прекрасна. Поэтому, естественно, этот праздник должен касаться и радовать, ну, не только детей, а вообще всех нас. Особая программа ожидает и зрителей телесемейства Хабар. В праздничные дни в эфире пройдут общенациональные проекты Венербарысы, где представители культуры будут состязаться в Казахши-Курес. Также ждет 12-часовой телемарафон Уладдалана Урозе, вечер профессионального бокса и конкурс красоты Хазах-Аруа. Елена Шерабер, Асхат Каракуйшиев, Хабар-24, Астана. Возвращаемся к теме массовой гибели рыбы. Для изучения ситуации на реке Урал в Атырау прибыла межведомственная комиссия. В ее составе руководители Министерства здравоохранения, энергетики, внутренних дел и сельского хозяйства, а также Комитета по экологическому регулированию и надзору. Подробности у Ирины Панфиловой. Сейчас на реке Урал идет массовый сбор погибшей рыбы. Организовали его представители Атыраусского областного управления рыбного хозяйства. На минувших выходных волонтеры собрали больше тонны мертвых осетров. В связи с массовым мором была создана межведомственная комиссия. Очень хорошо, что ветеринарная комиссия Астаны приехала в Атырау. Они своими глазами увидели рыбу на берегу. Я считаю, что там свыше 100 тонн. Вся надежда на популяцию. Рыба должна приплыть из моря этой весной. Я считаю, надо ограничить рыболовство на 3-5 лет. Напомню, в декабре прошлого года с поверхности льда было собрано 111 тонн мертвой рыбы, в том числе больше 100 тонн ценных осетровых пород. Сейчас рыбы мало. Мертвая рыба встречается, но ее тоже немного. Потому что на улицах холодно и лед только начал таять. Наверное, она осталась под ним. На сегодняшний день члены комиссии полностью обследовали водоем, взяли пробы воды и уже есть предварительные результаты исследований. Экологи, значит, наши службы провели все источники, все предприятия, которые осуществляют сброс в реку Урал. Компании были проверены, на сегодняшний день есть результаты. Сейчас следствие покажет его причины. Вся рыба, которая будет касаться, естественно, появляться реки Урал, которая будет собрана и утилизирована, весь ущерб будет посчитан и предъявляться, опять же, виновнику, установленному в рамку уголовного дела. Жители трех районов, расположенных вдоль реки Урал, занимаются промыслом и употребляют рыбу в пищу. Кроме того, в регионе действует 19 производственных кооперативов, которые занимаются рыболовством. Сейчас они рискуют остаться без работы. Ирина Панфилова, Растанбек Кинжи, Амантай Матенов, Атырау, Хабар, 24. К данному часу это вся информация. Далее эфир продолжит программа «Круглый стол» с Рахимом Ушакбаевым. Рахим, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Альфия. Мы буквально через несколько секунд продолжим тему массовой гибели рыбы в реке Урал. Добрый вечер. В прямом эфире передача «Круглый стол» с Рахимом Ушакбаевым. В Атырау в декабре прошлого года был зафиксирован факт гибели рыбы в реке Урал. Об этом много писали экологические активисты. Однако настоящие масштабы произошедшего стали известны только сейчас, когда растаял лед. На сегодняшней пресс-конференции Атырау сообщили о том, что погибло порядка 111 тонн рыбы из-за отравления хлором. И по факту загрязнения окружающей среды заведено два уголовных дела. Активисты при этом сообщают, что ежедневно собирают как минимум по одной тонне мертвой рыбы. Насколько масштабен инцидент? Кто виноват случившимся и угрожает ли что-либо здоровью жителей Атырау? Об этом мы сегодня поговорим в прямом эфире с пресс-секретарем комитета лесного хозяйства и жетного мира Сакеном Дилдахмед. И Нурай Сатимов, руководитель управления правообеспечения комитета экологического регулирования и контроля. Добрый вечер. Добрый вечер. Арман, добрый вечер. Вы нас слышите? Добрый вечер. Слышу. Арман, вы сегодня встречались с представителями комиссии, которая организованно вылетела из Астаны в Атырау. Вы были на месте вот этого инцидента, можно даже сказать, наверное, какой-то экологической катастрофы. Пожалуйста, расскажите нам, какой ущерб, на ваш взгляд, нанесен и каковы могут быть причины? Как я до этого говорил, зимой, когда в декабре начала гибнуть рыба, мы визуально осмотрели весь лед и дали свою оценку, скалькулировали даже по минимальным меркам. Это было 100 тонн рыбы. С таянием льдов оголилась картина и мы увидели вдвойне больше. Наши прогнозы уже в два раза больше этой суммы. Сколько ваш прогноз? Сегодня мы выходили с представителями межведомственной комиссии на реку Урал. Они видели воочию, что по берегам рыба лежит до сих пор. А та рыба, которая была, к сожалению, она уже ушла на дно. Ее было очень много и нам это не удалось доказать. Прямо вчера это ее записывал уже последние куски льда, которые на себе держали всю рыбу. Они были запечатлены. И в том числе большие сома, это такие рыбы-падальщики, которые сами могут жить в такой некомфортной зоне, питаться падалью. Они сами сейчас являются мертвой рыбой. Их очень много. Сегодня представители комиссии взяли пробы для экспертизы. Насколько масштабен ущерб по вашей оценке? Так как официальный расчет масштаба должны делать профессионалы, я пока буду отталкиваться от того, что мы сами почитали. Это где-то больше 200 тонн рыбы. Какие версии? Вся река в районе 50 километров, больше 40 километров, она имеет погибшую рыбу. И уже можно твердо утверждать, что количество очень большое. И мы делали фотографии, когда на дне вся рыба лежит. И та рыба, которая на поверхности, она лежит на льду. Арман, вы подняли этот вопрос буквально одним из первых, в том числе в социальных сетях. Я помню первые сообщения, первые сводки о массовой гибели были зарегистрированы 2 декабря прошлого года. Какие версии существуют у вас в Атерау по поводу того, почему это происходит? Версий очень много. И делать какие-то прогнозы я просто некомпетентен. Это каким-то будет лживым доносом на кого-то. Так что я этим не буду заниматься. Давайте подождем, что решат исследования, какой вердикт примет комиссия. Хорошо, спасибо. Но вся эта тема сейчас нервирует народ. Это тема номер один в Атерау. Спасибо большое, Арман. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы вас еще подключим. Сакен, вы как пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира. Какую вы оценку происходящему дадите? Давайте начнем с того, что сейчас Арман говорит. Мы фиксировали гибель рыбы. В январе 108 тонн было. Из них 103 тонна. Это осетровые виды пород, которые были выращены в искусственных предприятиях. Это Луговский коннозавод, который в садковом хозяйстве у них стоит. И Урал-Отравском рыбнозаводе. То есть я правильно понимаю, вы хотите сказать, что большая часть из зафиксированного гибели, 111 тонн. Из них 103 тонны, это искусственно выращенная рыба. Искусственно выращенная рыба. Сейчас, на данный момент, мы сегодня собрали 111 тонн. Из 111 тонн получается 8 тонн. Это мы собрали на реке Урал, в участках реки Урал, на канале Перетаска. Получается, ущерб именно по реке, природный ущерб составляет 8 тонн. То есть он небольшой, вы хотите сказать? Учитывая их массу Урала-Каспийского бассейна, это небольшой урон. Небольшой урон. То есть нельзя говорить о какой-то чрезвычайной ситуации? Ну, чрезвычайная ситуация поднимается, так как уже в двух хозяйствах погибла рыба более 100 тонн. Это осетровый вид и пород. Потому что, чтобы создать, собрать такую породу осетра в нужные годы. Это тоже искусственно выращенные осетровые? Да, осетровые они искусственно выращенные. Сейчас ситуация какова. С декабря месяца 2018 года зафиксировали гибель рыбы. Тогда уже на первый день была создана Международная комиссия Атрановской областной территориальной инспекции, которая входит и департамент экологии, и Акиматы, и другие госорганы. На сегодняшний день они каждый день мониторят водоемы по Атрановской области, погибели рыб. Сейчас, сами знаете, наступлением весны уже лед тает, и снула рыба, которая погибла в декабре месяца, выходит на наружу. И естественные рыбы, которые гибнут зимой, они тоже выходят. Но сейчас сегодня на месте выехала Межведомственная комиссия с участием госорганов. Они сейчас определяются, идет следствие. Конкретной причины мы не можем сказать. Какие-то оценки есть уже, возвращаясь к пониманию масштаба ущерба? Потому что, в том числе, я слышал мнение, что ущерб все-таки природе, он достаточно большой. И в каком проценте, допустим, когда он восстановится? Если вы утверждаете, что этот ущерб, он небольшой, 8 тонн, когда он может восстановиться? Я вас понимаю, что ущерб сейчас по рыбным ресурсам бьет. Кроме рыбных ресурсов, я понимаю, еще водные ресурсы есть, которые экологические департаменты, комитеты будут фиксировать. Но сейчас, с наступлением весны, пойдет уже нерест. Думаю, само бассейн Каспийский, он практически ущерб, думаю, им закроет. Главное то, что мы во время нереста уже закрываем рыбалку, боремся с браконьерами. Но надеемся, что природа само все это восстановит. Теперь, Рахим, я тут хочу остановиться. С декабря месяца идет лабораторное исследование. Были взяты пробы воды, были взяты пробы рыбы. Были направлены по разным лабораториям. Республиканскую ветеринарную лабораторию в КАЗГУ направили. В декабре данные от республиканской лаборатории давали то, что в рыбе они находили следы амьяка. А департамент экологии от Рауски в области давали результат, что в воде превышает ПДК хлорида. Но сейчас на данный момент все еще каждый день исследуется. Пробы воды берутся и рыбы направляются. Мы в КАЗГУ отправили, в институт биотехнологии сейчас еще ожидаем. Направили в республиканский референтный центр ветеринарии. Они полностью проверили на микробиологию, на паразитном направлении, на разные болезни. Но показали пробы рыбы чисто. Сейчас конкретно мы не можем сказать. Я прошу прощения, можно сейчас все-таки с точки зрения права, юридически, есть два факта, насколько я понял. Первое, что официальные замеры КАЗГИДРОМЕТА показывают превышение по хлоридам в воде. Соответственно, исследования другие, ваши, показывают превышение содержания аммиака в рыбе. Следов были найдены, следы аммиака, которые давали... Совместимые условия с жизнью рыбы, да? То есть это два факта. То есть есть превышение по хлоридам в воде и следы повышенного содержания аммиака в снулой рыбе. Правильно? Это два факта. Нурай, к вам вопрос тогда. Вы возглавляете управление правообеспечением комитета экологического регулирования и контроля. С правовой точки зрения, какую правооценку этому можно дать? Как это называется? Ну, безусловно, здесь мы имеем место с причинением ущерба окружающей среде. Мы на сегодняшний момент с коллегами совместно посчитали более 400 миллионов. Это по той объему рыбы, которая сейчас уже погибла. Более 400 миллионов тенге. Это ущерб причинен. Говорить о том, что давать правовую оценку является это экологическим бедствием или экологической катастрофой. Конечно, здесь считаю, что это, во-первых, преждевременно. Во-вторых, мы не определили, сейчас вот коллеги из Министерства сельскохозяйства определяют, в чем непосредственно, от чего погибла рыба. Наши коллеги в департаментах экологии, газгидромет, они осуществляют ежедневный мониторинг состояния поверхностной воды реки Урал. Но в целом, хочу сказать, что у вода превышений сейчас нет. Те хлориды, которые были на момент аварии, то есть мы брали пробы, начиная со 2 декабря, брали ежедневные пробы по 10 декабря. И вот это превышение хлорида в воде на какую дату фиксировалось? Это было установлено 10 декабря и было установлено в ходе проведения проверки. Мы 11 декабря вместе с коллегами выходили, проверяли коммунальные предприятия от Раусуарнаса, и там были установлены превышения по хлоридам. А я слышал, что уже в ноябре анализы газгидромета показывали превышение по хлоридам. Это так? В целом, хочу сказать, что по реке Урал имеются определенные небольшие превышения по хлоридам. Это связано, прежде всего, с соленостью. То есть, что такое хлорид? Это соль, соль и натрий. И присутствие небольшого превышения по хлоридам имеется всегда. И это фиксировал и газгидромет, это фиксировал и департамент экологии. Но это не такое превышение, которое может как-то влиять на жизнь, здоровье граждан. Или может показать какое-то воздействие, и рыба может... Я правильно понимаю, что обнаруженные в декабре, в начале декабря превышения по хлоридам, они не давали оснований бить тревогу? Ну, они, безусловно, выше в 5 раз тех показателей, которые были установлены в ноябре, тем же газгидрометом. Поэтому, может, какой-то фактор был, связанный с образованием повышенного содержания хлоридов в воде. Но что это было? Дело в том, что у нас сейчас, я как уже в начале своего разговора говорил, коллеги давали, что есть превышение по аммиаку. Но мы отработали буквально все предприятия, которые так или иначе могут как-то воздействовать на воду в городе Атарова. Хочу сразу сказать, что гибель рыбы зафиксирована только в пределах города Атарова. То есть, выше по течению гибель ни моими коллегами, ни коллегами других органов она не установлена. То есть, круг потенциальных, подозреваемых виновников ограничен? Он ограничен городом Атарова. И кто это может быть? Какие предприятия могут быть? Мы основные три предприятия проверили. Это которые так или иначе осуществляют, вернее, два предприятия, которые осуществляют непосредственный сброс. Это у нас Атраусуар-Носа и это у нас ТЭЦ. Но и в районе Атраусуар-Носа, и в районе ТЭЦ, это канал перетаска, была установлена гибель уснулая рыба. Это в декабре она была установлена. Она устанавливается и сейчас там, будем так говорить. Да, мы нашли в предприятии Атраусуар-Носа превышение по хлоридам. В отношении ТЭЦ мы не нашли превышение по... То есть, у меня есть пресс-информация, что у Атраусуар-Носы выявили нарушение в виде незаполнения журнала учета сброса сточных вод и сброса воды с повышенной концентрацией хлора, что не соответствовало санитарным нормам. Это так, да? Это было установлено, это не моими коллегами было установлено, это коллегами у нас санитары тоже участвуют в нашей, потому что, как вы знаете, общественность переживала, что есть опасность населению, что воду потребляет Атраусуар-Носа, и поэтому в этом направлении тоже проводилась проверка в межведомственной комиссии, в том числе Атраусуар-Носа, который осуществляет водозабор и доставляет воду населению. Но на сегодняшний момент именно качество питьевой воды в норме, то есть, она сразу же первыми, никаких там опасностей нет. А факты, связанные со сбросом сточных вод, да, действительно, то, что вы сейчас озвучили, были установлены моими коллегами. Ну, здесь опять-таки, сейчас представитель общественности Атраус тоже уклонился от ответского, но мы не можем обвинять голословно, пока не установим истинные причины. Когда нам будут действительно, дадут факт, что причина там, какое-то химическое отравление, и в чем-то оно будет выражено, то, естественно, мои коллеги, мы не исключаем от, как бы... Хорошо, так минимум, три факта мы, во всяком случае, там зафиксировали, которые имеют правовые основания. Это фиксация в декабре, пятикратное превышение хлоридов в воде в декабре. Факт, то, что у Астану Суар-Носы зафиксирован сброс сточных вод с повышенной концентрацией хлора. И третий факт, в том, что в рыбе есть следы повышенной аммиака. Да, это три факта, правильно же? Да. Теперь есть два уголовных дела, я правильно понимаю? Вот кто их завел и о чем они? По данному факту было заведено два уголовных дела по статье 328 и 336. Сейчас по данному делу работает департамент полиции от Равской области. По камесь идет следствие, потому что каждый день берутся опробу. То есть оба уголовных дела это МВД, да? ДВД? Да, департамент полиции. Оба дела уголовных. Да, оба уголовных дела, которые сейчас именно занимаются департамент полиции от Равской области. Ну, пока мы ожидаем, идет следствие. После окончания следствия уже будут известны причины гибели и кто виновен. Сегодня мажорисмены обратились к генеральному прокурору лично, чтобы он взял под контроль ход расследования. Тут я хочу отметить, в декабре месяце, когда мы зафиксировали первую гибель рыб, комитет лесного хозяйства направил официальное письмо к генеральному прокуратуру и комитет экологии Министерства энергетики, чтобы проверить все производства в городе от Рав, которые выбрасывают воду на реку Урал. Получается, в декабре месяце, да, уже генеральная прокуратура в этом плане уже не в курсе. Ну, сейчас мы все еще ожидаем, итогов всего дела. Хорошо. Арман, вы на связи с нами? Господа говорят по фактам. На самом деле было собрано столько рыбы, сколько заявлено. Но это всего лишь сотая часть из того, что сейчас есть. Потому что лед расстоял только на днях и не успели все собрать. Вот буквально сегодня экологическая комиссия при Маслехате выходила на побережье, буквально на маленьком клочке земли и собрала тонну рыбу. Мы планируем в эту субботу совместно с местными властями большой общегородской субботник по очищению берега реки Урал. И надеемся собрать больше десятка тонн рыбы. Это минимум. То есть вы говорите, что зафиксированный ущерб, Арман, я правильно вас понял, зафиксированный ущерб в 111 тонн рыбы официально? Это еще минимальные показатели, да. Вы говорите, это может быть 1%? Также по качеству воды мы сделали независимые исследования, привлекли местную лабораторию. Мы не доверились официальным сводкам. Ничто не показали? Мы получили ответ, что для рыбного хозяйства и для потребления в питье вода пригодна. Но это надо заметить, что это, скорее всего, был выброс одноразовый. Вся рыба погибла или же оказалась в такой неживой форме. Вся нечисть ушла по течению в море. Даже в зимний период есть течение. И эти замеры, которые были сделаны органами государственными, они запоздали. Тут, конечно, есть системная проблема в плане того, что департамент экологии до этого брало пробы воды только один раз в месяц. Это очень мало. За это время может много воды уйти, много чего произойти. Теперь сейчас уже лед тронулся. Много чего делается для того, чтобы такие ситуации не повторялись. Местные органы хотят делать несколько раз замеров в день и в разных частях не только города, но и выше, вплоть до Индорского района. 19 числа планируется сделать публичные слушания, чтобы народ высказался, чтобы сказал свои предложения. И на основе этого будут привлечены научные сотрудники, будет работать наука. И сейчас сегодня Альбек Наутиев, заместитель Акима области, заявил, что областной бюджет готов выделить для этого 80 миллионов тенге. И если будут какие-то еще предложения, все ресурсы будут работать для этого. Арман, скажите, есть ли какие-то случаи отравлений, заболеваний, которые потенциально могут быть связаны с этим инцидентом? Лично я на слухах слыхал о таких случаях, но это неофициально и это не доказано, что связано прямо с рыбой. А по официальным сводкам, конечно, есть уменьшение инфекционных заболеваний, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Увеличение, не уменьшение, увеличение, скажите. Уменьшение есть, уменьшение. То есть в плане таких доказательных баз пока нет. А, набор уменьшения. Понял, снизилось. Понял. Ну, то, что Арман говорит, то есть его прогноз, что фактический ущерб может оказаться значительно больше, чем сейчас зафиксировано. А потом... Сейчас, да, хочу дополнить то, что сейчас стоит лед. Сейчас теплеет в Атурал, сегодня 14 градусов. Вот общественность, сейчас сами жители в этом по сбору снулгреб нам помогают. Это тоже очень большая помощь, то, что гражданская ответственность населения, они сами поддерживают инициативу, чтобы решила данную проблему. Да. Сейчас, когда уже все, лед стоит, уже конкретно будет известно, сколько мы тонн уже соберем. Пока вот каждый день собираем, его собираем и считаем, сколько сейчас на сей день общая сумма тонн. Хорошо. Ну, мы осветили ключевые факты, которые в настоящий момент достоверно известны. Причина не установлена. Два уголовных дела. Идет следствие. Это сейчас вышло на самый громкий республиканский уровень. Наверняка будет взято на личный контроль генеральным прокурором. Можелесмены тоже выразили свою озабоченность. И в оставшееся время у меня два вопроса. Первый вопрос, который беспокоит. У нас в стране внутри хватает экспертизы для того, чтобы реально оценить возможные источники и вообще причины гибели. Вот у нас был инцидент, можно сказать, пандемия сайгаков, когда мы долго не могли выяснить причину. И президент тогда выступил, сказал, что если у нас в стране не хватает науки или экспертизы, давайте привлекать международную экспертизу. Это первый вопрос. Второй вопрос, что мы можем делать на системном уровне, чтобы это не повторилось? Пожалуйста. По первому вопросу я отвечу. То, что мы по своим работам каждый день практически сталкиваемся. Например, когда гибнет рыба, когда на берег Каспии выбрасывают тюлени, в том числе, например, сайгаков мы находим. Да, нам нужна экспертиза. Да, нам нужна наука, чтобы конкретные данные исследовать. Потому что экспертиза – это не однодневная вещь. Это, возможно, будет изучаться полгода, год, чтобы конкретно причины найти. В этом плане, да, поддержка наук, чтобы в стране были конкретные учетные экспертные центры, нам необходимы. Чтобы оно по качеству увеличилось. Сейчас их недостаточно, правильно? Да, сейчас их недостаточно. Планируется ли привлечение зарубежных экспертов, научных коллективов для того, чтобы вообще исследовать? По мере возможности, да, мы привлекаем, в том числе, когда в 2015 году был поддержка Агаков, тогда были привлечены ветеринары Лондон, Великобритании, России и других стран Европы, например, Франкфурта. В том числе, когда гибнет рыбы, мы сейчас работаем с ИСУТом Северцева России. Ну, по возможности, мы привлекаем иностранных экспертов в этом плане. И второй вопрос, на системной основе, что вот сейчас нужно сделать, чтобы подобное не повторилось? Дело в том, что здесь, конечно, по нашему мнению, надо усиливать вот эту экологическую пропаганду и участие общественности по контролю, мониторингу. Безусловно, мы пока, конечно, еще не знаем причину, но если эта причина в человеческом факторе заключается, то, конечно, это очень печально, что наши же граждане допускают, например, такие нарушения, и рыба гибнет, если это человеческий фактор. Если это какие-то другие факторы, безусловно. Хорошо. Поэтому, в первую очередь, конечно, это просвещение. Спасибо вам большое за участие в эфире. В заключение хочу сказать, что загрязнение окружающей среды в крупных городах Казахстана постепенно, но неуклонно становится темой номер один. Гражданам страны очень важно знать, каким воздухом они дышат и какую воду они пьют. Кроме того, экологические проблемы наносят значительный ущерб экономике страны, снижая уровень жизни казахстанцев. И очевидно, что ответственные госорганы должны сосредоточить свое внимание на этих проблемах и подготовить системные решения. Тем более, что в мире есть масса готовых эффективных практик. Всего доброго. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok